Добрый тот еще вечер в студии 12 канала. Вас приветствует Андрей Крылов и Наталья Змага. Здравствуйте, приветствуем вас. Тема нашего сегодняшнего эфира – вещи. Это для начала так скажу. Вот есть такие вещи, которые передаются из поколения в поколение. Ну, у некоторых это фамильные драгоценности, у других это книжки, у третьих это… Ну, что, сервизы некоторые люди передают по наследству, потому что драгоценности нет фамильных. Письма также про бабушек, про дедушек. Ну, свадебные платья, я знаю, что иногда… Такой винтаж, да, сейчас. Когда уже совсем из моды вышло, можно уже передать. Таким образом, мы хотим сказать, что у некоторых вещей существует вторая жизнь, которая длится, длится и длится. Ну, а есть те вещи, которые живут всего один день. Как мотылек. Газета. Угасаются и тут же угасают. Газета. Вот она актуальна только, кажется, вот утром, когда… Но только не в России. Потому что, ну, менталитет у нас такой. Не были бы мы россиянами, если бы у нас газета не жила века и столетия. Ну, вот тому пример. Что бы мы делали, как бы не было газет во время ремонта? А еще некоторые рукодельницы делают выкройки из газет. Ну, зачем портить какую-то дорогую бумагу, миллиметровку? Ну, согласись, шифоновая ткань нынче дорога. А по этому… Скроила пиджачок такой. Слушай, ты знаешь, в дни моей бурной молодости в моде были футболки, рубашки, которые были, как вот газета. Да? Да, да, принты. Да, принты, да. Вот точно, да. Хорошо, красиво. А еще на уроках школьники делают вот такие вот тюльпанчики и дарят мамам на 8 марта. Наташа, спасибо. На день матери. Ну, и мне кажется, самая незаменимая вещь – это кулек для семечек, клюква в сахаре. И что только туда не складывали. Во время хождения по базару действительно мы же пользовались вот этими кульками, а полиэтиленовые пакеты вообще были где-то далеко-далеко. Мне кажется, вот для шелухи от семечек до сих пор не придумали лучшего, значит, приспособления. Я думаю, надо его использовать по назначению. Вот так. В общем, как вы верно уже поняли, тема нашей сегодня программы связана с газетами. И не случайно с газетами. Потому что газета, по сути, это летопись нашей жизни, летопись нашей истории. Подшивки, подборки хранятся в библиотеках. В архивах. Да, и в архивах. И по ним мы можем судить, какие события происходили на территории нашей земли Омской очень-очень много лет назад. Тема нашего сегодняшнего эфира – газета «Черновик жизни». И сегодня мы предлагаем вам принять участие в голосовании, которое уже полным ходом идет в нашей группе ВКонтакте. Тот еще вечер. Сегодня наш вопрос звучит так. Для чего нужны газеты современному человеку? Чтобы узнавать новости, чтобы изучать аналитику, чтобы заворачивать цветы. Ну, такое тоже применение бывает у газет. Ну, у нас же в моде винтаж, мы говорим. А еще на них обои удобно наклеивать. Ну, это уже такие технологии, обои на газеты. Грунтовка, отлично. Да есть грунтовка, вот на валике погрунтуй, да и все ее. Ну, и еще один вариант ответа для Папье Маше. Вот это хорошая, вот это хорошая игра такая вот, рукоделие. Мелкую моторику рук развивает, опять же. Вот, еще одно средство связи – это Твиттер, группа ГТРК, нижнее подчеркивание, Омск. Можете там оставлять свои сообщения, кому удобнее, могут воспользоваться телефоном прямого эфира. 60-70-44. Звоните и рассказывайте нам, читаете ли вы газеты и какие газеты вам сегодня интересны. Ну, да, вы их выписываете, покупаете в киоске. Ну, в общем, газета, тема газета, вечная газета. Вот, итоги голосования подведем в конце программы. Интересно, что ответят наши телезрители по поводу газет, где же они их. Покупают и нужны ли газеты вообще. Ну, между тем, одна из самых старейших газет Омской области, Омская правда, отмечает в марте юбилей. Очень много событий, они и выставку организовали, юбилейный выпуск обязательно будет, и будут большие празднования в Омской драме, в театре. Да, в эту пятницу. И наш корреспондент Наэль Барбар накануне вот этого вот шикарного юбилея погрузился в эту атмосферу труда и праздника в редакции Омская правда. И вот, что у Наэля Барбара из этого получилось. В ожидании встречи с редакцией Омской правда, с нашими коллегами-юбилярами, я много думал о роли региональных СМИ сегодня. О роли газет, телевидения в жизни людей. А ведь действительно, для чего мы работаем? Мы изучаем, пишем, показываем. И ведь для многих журналистов это дело всей жизни. Нужно признать, все больше зрителей и читателей уходят в интернет. Доступность, скорость, объемы информации, самовыражение, где есть только один критерий успешности – просмотры и лайки. При этом рейтинги традиционных СМИ с каждым годом снижаются. Тираж последнего выпуска Омской правды был чуть менее 7 тысяч, и это на почти двухмиллионное население области. Вот такое двоякое ощущение, вроде праздника, но с другой стороны будущее какое-то неопределенное. Я думаю, что я согласен с вами в этой оценке, потому что ушла та искренность общения с людьми. Вот Омская правда сегодня, в общем-то, восстанавливает какие-то свои упущенные позиции, которые были раньше. Когда началась эта перестройка, бардак начался. Да, интернет – потрясающее средство коммуникации и сбора информации, но с другой стороны в нем размываются базовые понятия. Журналистика, актуальная информация, культура, профессионализм, ответственность – это настоящий ларец Пандоры для неокрепших умов. Не так давно вся страна в ужасе наблюдала за историей Дианы Шурыгиной на главном федеральном канале. Несовершеннолетняя жертва насилия, получившая немыслимую популярность в сети. И это тренд. Возможно, такая тема – это лишь способ вернуть к экранам часть аудитории, заблудившуюся в интернете молодежь. Нужно признать, в условиях современной экономики СМИ, даже государственные, не могут не думать о поисках источников дохода. А значит, нужны рейтинги. Кто победит? Блогеры, которые пишут о том, что они завтракали, обедали и так далее. Или победит все-таки журналистика качественная? Омская правда на протяжении всей своей истории была флагманом журналистики. Но, на мой взгляд, сегодня самое ценное – это их желание помогать простым людям. У меня был пример, что пришло письмо от женщины, ветерана войны, которая на плечах вытащила с поля боя кучу солдат. «Помогите, пожалуйста, с одной проблемой». Собрались журналисты, пошли, и буквально в течение полчаса мы решили проблему, которую не мог решить ни управляющая компания, ни департамент, ничего остального. Да, это не приносит сиюминутной выгоды, дохода, который необходим для существования и развития. Так сейчас устроен мир – реклама, шоу, лайки, просмотры. Все это, на мой взгляд, главный вызов, но если не всего человечества, то, как минимум, небольшой скромной редакции газеты «Омская правда». Таких искренних, понятных и таких родных. Ну вот пока мы смотрели сюжет, у нас дозвонился уже телезритель. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да ладно, это ужас, ты на двери вставала. Алло, как вас зовут? Мы вас только слышим. Чуть погромче, будьте добры. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Я Валентина Васильевна. Валентина Васильевна, вы читаете газеты? Что вам интересно? Да, читаю. Мне очень нравится газета «Наша Омская правда». Я у нее узнаю много интересного, наши новости. Так что и «Ореол». А где, пожалуйста, а где покупаете газеты? В киосках покупаете? Я хочу вас всех поздравить, пожелать вам здоровья, удачи и хороших выпусков на адрес газет. Спасибо большое. Спасибо. Вот любят «Омичи» газеты читать. А между тем, само слово «газета» происходит от названия мелкой итальянской монеты. В XVI веке в течение ежедневного листа с последними платили вот эту самую монетку. То есть столько стоило газеток. Ну, недорого, как в советское время. А первый выпуск газеты в современном понимании вышел во Франции в 1631 году. Но, между прочим, эта газета была, как утверждают, шириной 2 метра. Но вот неэкономные какие французы. У нас в стране из-за дефицита бумаги в 1921 году один из номеров газеты «Известия» был напечатан на холсте. И, кроме того, после прочтения газеты она передавалась следующему читателю. Ну, вот так вот продляли жизнь газеты. Ну, конечно, конечно. Долгая жизнь газеты – это правильно. А вот самыми экономными были бразильцы. Они выпустили самую маленькую газету размером с почтовую марку. Представляете? Мне кажется, это специально спецзаказ для Анатолия Коненко был. С лупой. Только у него есть такое оборудование, чтобы прочитать рекламу, заметки какие-то. Тем не менее, случилось. Создатели французского еженедельника «Соль и перец», который состоял всего из двух страниц, придумали печатать его на водонепроницаемой бумаге. Ну, это специально для тех, кто любит завтракать и читать газету. Мне кажется, это был такой прообраз современного меню. Две страницы всего открываешь и читаешь. Да, во Франции существует очень такая занимательная, интересная, я бы даже сказал, газета, которая выходит только 29 февраля в високосный год. Один раз в четыре года. Вот так. Я представляю, какие свежие новости у них. Как актуально. Актуально. У нас есть звонок. Доброго вам вечера. Представляйтесь и задавайте ваши вопросы или делитесь своим мнением. Алло. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Меня зовут Нина Михайловна. Да, Нина Михайловна. Я пенсионерка, но вот подальше от телевизора отсела, чтобы мне с вами поговорить. Но я вот, например, предпочитаю газету «Четверг». А где покупаете? Где покупаете или вы подписываете? В киосках здесь у нас киоски. Специально хожу и вот каждый четверг я покупаю эту газету. Там, во-первых, все эти новости по городу. А вас не смущает, что это еженедельник и, по сути, вы читаете новости недельной давности? Или вы просто не освоили интернет еще? Интернета у меня нет. Это точно. Но газета меня интересует. Это точно. Спасибо вам большое. Спасибо за такое мнение. Ну вот действительно, с интернетом сложно тягаться, потому что по оперативности они занимают первое место интернет-СМИ. Тем не менее, существует и отличное мнение. Кстати, так называется наша рубрика, которая выходит в рамках программы «Тот еще вечер». И сегодня предлагаем вам послушать мнение… Это особое отличное. Да. …журналиста замечательного Сергея Николаевича Ильченко, профессора и доктора филологических наук. Что же он думает о журналистике в интернет-СМИ в том числе? Здравствуйте. Осторожно, фейк. Что такое фейк и как с ним бороться? Строго говоря, фейк в переводе с английского «казанка» означает «обманка». Не то, что нам все, что показывают в интернете, ложь и неправда, а то, что иногда используются не совсем правильные методы для того, чтобы что-то проиллюстрировать, что-то нам показать, что-то нам доказать. Очень часто в практике журналистов, ну или интернетчиков, интернет этим особенно грешит, бывает такая ситуация, когда есть какая-то новость, но нет картинки, которая могла бы эту новость проиллюстрировать. И вот тогда из подбора берется где-то из архива какая-то похожая картинка, которая по общему плану напоминает то событие, о котором сказано в тексте. Так и рождается фейк. Маленькая ложь рождает большое недоверие, сказано в одном замечательном советском телефильме. Так оно и происходит. Потому что если мы вдруг заметим, что картинка не соответствует новости хотя бы по времени года, то мы потеряем доверие и к новости, и к тому, кто об этой новости нам рассказал. Но в некоторых случаях, особенно тех, которые связаны с интернет-источниками, велика опасность возникновения и появления либо недостоверной картинки, либо недостоверной фразы, либо недостоверного факта. Есть даже исторические фейки. Один из самых известных – это то, что никакого татаро-монгольского ига в истории нашей страны не было. Но это, как говорится, пусть доказывают историки. В старой классической журналистике был принят очень правильный профессиональный подход. Если вы вдруг нашли какую-то сенсацию, то постарайтесь найти второй из независимых от первого источник, который бы подтверждал эту сенсацию. И если два независимых источника вам ее подтвердят, эту информацию, то это значит, что она не фейк. Потому что фейком может быть абсолютно все. Как, например, в одном из фильмов о Первой мировой войне, в рассказе о холодных и голодных событиях в феврале 1917 года, во время революции в Петрограде, иллюстрируя голод, включили для иллюстрации кадры блокадной хроники 1942 года, который знает весь мир. Поэтому доверяйте, но проверяйте. И тогда вам не грозит никакой фейк. Это было мое мнение Сергея Ильченко, который пытается разобраться с фейками. Ну а мы сегодня пытаемся разобраться с газетами, для чего они нужны в нашей современной жизни. Я предлагаю это узнать, что, как говорится, из первых уст у нашего следующего гостя, юбиляра, представителя замечательной газеты «Столетний», юбилей, который мы отмечаем «Омская правда». В гостях программы «Тот еще вечер» Андрей Евгеньевич Мотовилов. Самый молодой главред газеты «Омская правда» за всю ее столетнюю историю. Считает своим долгом обнаружить в каждом журналисте его сильную сторону. Советует своим акулам пера чаще ездить в командировки. И если говорить о проблеме, то стараться найти выход и предлагать пути решения. Просто кричать «Караул» для журналиста самое последнее дело. Любит рыбалку, экстремальный туризм, но не охоту. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Добрый вечер. Я смотрю, вы не с тюрьми руками. Благодарим вас, что в эту такую тяжелую пору юбилейных торжеств вы нашли время, пришли к нам в студию программы «Тот еще вечер». Рады вас видеть. Спасибо, здравствуйте. Мы только что сдали в печать номер, посвященный юбилею газеты. И не путаю, и два часа назад. Буквально, да. В шесть часов ровно мы отправили в типографию. И я принес с собой некоторые полосы, которые могу показать и рассказать, о чем мы будем... То есть у нас есть возможность почитать газету, которая выйдет завтра. Завтра. Да, совершенно верно. Давайте познакомьте нас с юбилейным выпуском «Омской правды». Что на первой полосе? На первой полосе коллектив газеты «Омская правда». Анонсы самых интересных материалов. И в частности, анонс нашей такой небольшой сенсации для омской журналистики. Я думаю, что это будет также интересно читателям. Завтра в «Омской правде» будет опубликован первый номер от 10 марта 1917 года. Вот он. Этого выпуска не видели многие поколения журналистов. Сто лет не видели. Многие сто лет не видели журналисты этого выпуска. Мы очень много потратили сил, времени на поиски этого первого номера. Нашли мы его в Санкт-Петербургской национальной библиотеке. Ух ты. Ни в Омском, ни в Новосибирском, ни в московских архивах этого выпуска не было. Но, к счастью, мы его нашли. И завтра читатели его увидят в «Омской правде». Тут все с ядями еще, ребята. С «Омской правдой» традиционно сотрудничали известные писатели. Не только омские. Судьбы их связаны с омском, но они являются гордостью. Такие, как Георгий Вяткин, вот я вижу на первой странице. Роберт Рождественский опубликовал «Омской правде» свое первое стихотворение, будущим мальчиком в 41-м году в июле было публиковано. С винтовкой мой папа уходит на поход. Поход или в поход. Сначала помню, дальше нет. И надо сказать, что Роберт Рождественский поддерживал отношения с газетой. И в 68-м году он приезжал в редакцию. Как раз тогда газета отмечала 50-летие и была награждена орденом Тургового Красного Знамени. И Роберт Иванович Рождественский приехал в редакцию, чтобы поздравить журналистов и с ними пообщаться. И Евтушенко приезжал, поздравлял, вы с ним встречались. Михаил Ульянов к нам пришел, Людмила Зыкина, Александр Безыменский. Вот этот список замечательных лиц. «Омская правда» была центром таким культурным в городе. И мы делаем все для того, чтобы этот статус, эти традиции сохранять. Но все-таки вы самый молодой главред газеты. Вам приходится работать с коллективом, у которого есть уже какие-то традиции, устои. Как вас воспринимают? Или приняли? Ломаете ли вы какие-то стереотипы? Вы знаете, у нас в редакции активная такая хорошая творческая атмосфера. Да, у нас работают... Старожилы. Да, есть у нас в коллективе люди заслуженные. В том числе заслуженные журналисты Томской области. Раиса Емельянова, Светлана Федорова, заслуженная работник культуры Российской Федерации. Татьяна Капитоновна Шипилова награждена знаком отличия за заслуги в профессиональном сообществе. Но у нас очень много молодых журналистов. И вот таким вот образом мы как-то, мне кажется, очень хорошо уживаемся. Коллектив у нас дружный. Никто с орденами по редакции не ходит. А, жалко, я выходил. Бодливый коровый бог рога не дал. Так и мне нет орденов. Все профессионалы, все, надо сказать, хорошие люди, которые заинтересованы в том, чтобы газета была интересной, газета, чтобы развивалась. И все работают на своего читателя. Читатель, самое дорогое, что у нас есть. Вот мы на протяжении всего этого эфира нашего здесь в студии так или иначе обсуждаем дальнейшую судьбу вообще печатных изданий. Для чего они? Ну вот смотрите, мы готовим газету, она выйдет только через сутки. А может быть, те новости, которые были актуальны сутки назад, уже не актуальны. А мне кажется, что газеты покупают ради аналитики. Это мое личное мнение. Потому что аналитика, она, если это хорошая аналитика, она не теряет своей привлекательности, значимости и актуальности на протяжении месяцев иногда даже. Если это хороший аналитик, написал хорошую работу. Как вы видите дальнейшую жизнь Омской правды? 101-й год, 102-й, 122-й, 150-й? Вообще, я, конечно, рекомендую читателям покупать газету в день выхода, потому что все равно на страницах, на новостных мы размещаем самые свежие информации, самые свежие новости, события, которые произошли вчера вечером. Мы успеваем это сделать, и у читателей есть возможность получить свежую информацию. Во-вторых, конечно же, газета отличается взвешенным отношением к информации, к событиям, комментариям и мнениям. Журналист, когда он пишет материал, он старается изучить все точки зрения на какую-то проблему. И проверить все факты, чего не достает интернет. Проверить факты, подобрать дополнительные цифры. В этом заключается обязанность журналиста. Это кодекс журналиста, если его нужно соблюдать. Да, и один из наших редакторов, легендарный Иван Дмитриевич Фадеев, он говорил своим журналистам, что когда вы пишете критический материал, хотите кого-то покритиковать, вы для начала встретитесь с человеком, посмотрите его в глаза. А потом уже директора этого колхоза будут снимать в обкомне партии. Это говорит о том, что нужно человека выслушать, то есть его позицию узнать. Я согласен с вами. И после этого уже писать материал. И с замечательным редактором, который долгие годы возглавлял это уникальное, прекрасное издание. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вам вечер, вы в прямом эфире. Алло. Меня зовут Нина Васильевна, мне 77 лет, я работаю до сих пор в транспортном лозе. Лет 50 назад и даже больше, газета «Омская правда», которую мы очень любим и покупаем, и «Четверг», «Омскую правду», и «Ореол», но эта газета была основная. Там печатались и стихи, и рассказы. Так вот, хотелось бы, я бы много могла сказать, но время ограничено. Очень хотелось бы, чтобы как-то эти эти немножко возобновили. Спасибо. Это очень интересное, очень нужное. Вот такое пожелание. За «Четверг» и «Ореол» мы вам выставим счет за рекламу. Ну, это шутка. Я работал, как видите, «Четверг», около 10 лет. И вам выставим. Много вы там научились. Вот предлагает возобновить традицию читателей. Рассказы печатать, стихи, может быть, омских каких-то авторов. Вы знаете, мы всегда откликаемся на просьбы читателей. Я с собой принес письма, которые вы поступили к нам недавно. А письма приходят у нас регулярно и в неделю. На бумаге письма приходят. Не электронные. Не электронные, на бумаге. Электронные тоже приходят. Но вот это письма... Мне кажется, это самая ценная обратная связь с читателем. А вот с чем пишут? Проблему какую-то решить, разобраться в ситуации, либо просто какие-то пожелания? Письма бывают разные. Бывают проблемные. И бывают случаи, когда мы, получив такой тревожный сигнал, очень часто из какого-то, может быть, отдаленного района, мы едем туда, разбираемся, вникаем в ситуацию. И, по крайней мере, мы это напишем, об этом узнают. Мы постараемся сделать так, чтобы эту проблему решили. Вы привлекаете внимание общественности? Да. И мы не просто привлекаем, мы пытаемся помочь найти выход из проблемы. А дел писем существует или нет? В том виде, в котором он был в советские времена. Да, в том хорошем. Когда в редакцию приходило 20 тысяч писем в год, конечно, сейчас объем не тот. Но у нас есть человек, который этим занимается, который принимает письма, отвечает на них. Обязательно отвечать на каждое письмо. Реагирует. У нас также работает горячая линия, куда поступают каждый день звонки. И что надо отреагировать, надо об этом писать, рассказывать. Так вот о чем пишут? Да. Часто не только о проблемах. Бывает, благодарят врачей, педагогов, бывает, ищут родственников через газету, а бывает, просто откликаются на какие-то добрые материалы, публикованные в газете. Вы хотели что-то зачитать, наверное. Да, я вот здесь подготовил такое письмо, мне оно очень понравилось. «Многие годы я ваш нерадушный читатель, поэтому ваша летопись «Трехсотлетие Омска» меня тоже глубоко волнует. Долго сдерживала себя, но словом, отправляя вам свои странички о дорогом для меня Омске от первых недель Отечественной войны до сегодняшнего дня». И дальше идет рассказ о интересных уголках города. Какие они были. Очень доброе письмо. Да, бывает, приходится с фотографиями. Мы это публикуем, каждое письмо мы публикуем. Андрей Евгеньевич, мы тоже приготовили для вас небольшое письмо. Мы никак не могли обойти тему интересных заголовков газетных. Сейчас предлагаем вам сыграть в такую настольную игру. Вы будете придумывать рассказ сходу, но мы вам ограничим словарный запас заголовками из газет. Ну, тема, наверное, рассказа будет, которая вам, помимо журналистской деятельности, близка. Давайте о рыбалке поговорим. О рыбалке. Давайте, начинайте. Ну что, мы с друзьями выезжаем в отпуск в Северный район, в Тайгу. А там предновогодний Омск. В Тайге. Продолжайте. А что ж, мы выезжаем, как правило, в Тайгурский район и проезжаем деревню Екатериновку, где находится замечательная церковь, которая напоминает старые уголки города Омска, заснеженные крыши. И, ну что ж, надо, как бы, приехав на место, нужно отметить приезд. И мы открываем бутылку вина и 10 градусов принимаем, как говорится, на грудь. Хорошо. Голая Барби там. Да, подсказывайте, Андрей. Ну, знаете что, это совсем не совместно. Это совсем, даже я могу. Ну, давайте последний, последний заголовочек. Борщ из пьянства мыслит резво. Ну, Тайга, это вообще не место для пьянства. Я сами согласен. Комары запасают. Это опасность, это комары, самая главная опасность. Это комары. Золотые домики. Да разве это золотые? Прекрасный, прекрасный образ. Знаете, я вспоминаю в Тайге такие утренние часы, рассветные, когда верхушки сосен похожи на золотые домики. Спасибо вам за прекрасный рассказ. Мне кажется, прям можно уже печатать. Андрей Евгеньевич, время нас поджимает. Мы хотели бы еще... О юбилейных мероприятиях. Я знаю, что официальное празднование у вас будет 17 марта. Кого вы там пригласили, рассказывайте. Мы постарались пригласить на это юбилейное торжество журналистов, которые работали в разные годы в Омской правде. А надо сказать, что большинство газетчиков Омских, они проходили через школу Омской правды. А школа хорошая? Школа хорошая. Я знаю, что у вас Елена Мизулина, например, будет. Приглашали вы ее? Да, мы пригласили, конечно, и депутатов, и официальных лиц, и сенаторов, и руководителей области, и, конечно же, ветеранов, и читателей самых верных. Все они будут в зале. Андрей Евгеньевич, вот время вот совсем уже ушло. Большое вам спасибо за эту встречу. Думаю, что когда торжество закончится, мы обязательно вас пригласим к себе в студию. Хорошо, а все материалы, как прочитаем, отдадим назад. Покупайте, да, точнее, Омских правды. Пришло время подводить итоги нашего голосования. Для чего нужны газеты современному человеку? Чтобы узнавать новости, так считают 36% респондентов. Чтобы изучать аналитику, так думают 12% опрошенных нами людей. Заворачивают цветы в газеты 26%. Тех, кто поучаствовал в нашем опросе, видимо, это хозяева цветочных киосков. Да, не мерзнут цветы в морозы, завернутые газеты. Для папье-маше другого творчества используют 20% опрошенных людей. Все-таки 36% берут в руки газеты для того, чтобы узнать последние новости. Прочитать новости, да. Кстати, неожиданный для меня, если честно, результат опроса. Есть еще комментарии. Девушки газеты комкают, окна ими затыкивают. А еще натирают окна, чтобы не было разводов. Если честно, я тоже признаюсь, так делаю. Старые газеты использую. Вот такое вот средство. Разводов точно нет. Ну что ж, пришло время прощаться на сегодня. Завтра в это же время, на этом же месте, в программе «Тот еще вечер» мы поговорим и со всех сторон обсудим проблему гололеда в нашем городе. Мы этот вечер с вами провели. Андрей Крылов. Наталья Змага. Всего вам самого доброго и уютного, приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова